Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала и гости. Наступил сезон цветения рододендронов, и я не смогла удержаться и не снять ролик о них, хотя у меня в саду их нет, но я увидела их у моей соседки. Это растение просто поражает своим видом и пышным цветением. Хотя большинство садоводов боятся сажать азалию, но, как видите, при соблюдении некоторых нюансов можно вырастить такой прекрасный цветущий куст. Это азалия японская. Посмотрите, как она красиво смотрится в сочетании с хвойником. Рододендроны могут быть вечно зелеными и листопадными. Это вечно зелёный рододендрон Канингем Уайт. Красавец! Он вообще должен быть большим, полтора метра, но нарастают рододендроны очень медленно, где-то 15 сантиметров в год приблизительно. Вот опять же хвойник как хорошо смотрится с оранжевым цветом. Просто блестяще! Для всех азалий нужны лёгкие кислые почвы, обильный полив, но не заливать. И азалия не выносит как пересыхания, так и очень большой влажности. Они не страдают на открытых местах, выдерживают из-за тенения, но лучше всего для них полутень. Это листопадная азалия сесиль. Высота её должна быть 1 метр, но пока она вот такая маленькая. Азалии долго растут. Вообще азалия и рододендрон это приблизительно одно и то же. А рододендрон переводится как роза дерева. Вот можете представить, когда из этой сесилии вырастет дерево. Все рододендроны зимуют у нас неплохо в Московской области. Они выдерживают до 25 градусов мороза. Редактор субтитров А.Семкин